Дом номер 80 по улице Школьная построен в далеком 1974 году. Но если стены сделаны, что называется, на века, то с крышей все не так благополучно. Жители верхних этажей постоянно жаловались на протечки. Ситуация будет исправлена в рамках губернаторской программы «Капитальный ремонт». 45 лет круглый от времени, она все просто вмятена. И снизу нету никакой нормальной стяжки, где-то разуклонки, ничего абсолютно нет. Вот здесь, если посмотреть, сейчас вы просто для сравнения посмотрите сюда и посмотрите сейчас на готовое, то, что у нас уже сделано. У нас здесь уклон, он будет стекать здесь, вода не будет стоять вообще никогда. Разница действительно существенная, прежде всего в технологиях. Но несмотря на то, что существуют определенные регламенты и нормы, в соответствии с которыми проводятся работы, подрядчики внимательно прислушиваются и к представителям обслуживающей дом организации. Поскольку мы, управляющая компания, эксплуатационщики, знаем более подробно какие-то нюансы, какие-то требования предъявляемые, мы просим их улучшить в том плане, что в сторону увеличения, например, слой стяжки, выполнить более качественную разуклонку, дополнительные какие-то элементы по металлу. Для особо опасных работ необходима страховка. Сергей Шиковецкий – опытный мастер с многолетним стажем. Все движения выверены, работа спорится. В день он обрабатывает более 100 квадратных метров. Такими темпами ремонт скоро будет закончен. Буквально две недели все. А служницы какие-то возникают, что-то дополнительное приходится делать? Ну, как бы к труду привыкли, поэтому сложности никаких для нас не существует. Одна из главных проблем – образование зимой льда и сосулек. Это происходит от того, что крыша нагревается изнутри и выпавший снег тает. Чтобы жители и управляющая компания навсегда забыли об этой проблеме, все делается с дополнительным запасом. Подсыпаем минимум 5 сантиметров керамзита. Сверху делаем стяжку не 4 сантиметра, как у нас прописано, а 9 сантиметров. Делаем разуклонку, максимальную возможную разуклонку на этом доме, которая может быть. С такой покатой крыши будет быстрее уходить и дождевая вода, а значит с разводами. На потолках местные жители могут попрощаться. Кстати, многие из них лично следят за ремонтом. Хочу сказать, неплохо делают. Очень хорошо. Но контролируют все не только общественники. За работой всех организаций, осуществляющих ремонт, пристально следят сотрудники специального отдела, существующего в управляющей компании. И было принято решение администрации о создании такого отдела в структуре управляющей компании. Для того, чтобы вот это взаимодействие и контроль за качеством работы был более жестким и более качественным, требовательным. Благодаря дополнительному контролю можно быть уверенным. Все ремонты, запланированные в этом году, будут сделаны не только в срок, но и с завидным качеством. Максим Козлов, Владимир Андреянов, Ольга Садовская. Видное ТВ.